добрый день сегодня 9 октября и мы приветствуем вас на канале всероссийского фестиваля книжный маяк петербурга я евгения трофимова менеджер по культурно-массовым досугу централизованной библиотечной системы кронштадтского района и находимся мы в детской библиотеке кронштадта сегодня у нас в гостях замечательная писательница путешественница полина сутягина здравствуйте полина здравствуйте евгений я сейчас немножко расскажу про программу в рамках фестиваля который проходит в кронштадте мы ее очень гордо и дерзко назначили столицы маяков нашу программу это целый уикенд в рамках книжного маяка петербурга в рамках которого проходит много много разных мероприятий и когда мы готовились к книжному маяку конечно же мы стали искать детских писателей которые пишут художественную литературу про маяки и нашли вот это великолепно по моему мнению и по мнению моего коллектива книгу полина сутягиной трое с маяка или булочная на краю света и на самом деле мы для себя открыли не только удивительного автора но и человека с фантастическим багажом жизненного опыта полина объездила наверное весь свет и да и на самом деле нам очень интересно узнать про вас больше и для начала полина и расскажите пожалуйста с чем все началось откуда вы какая вас профессия что предваряла может быть определила ваш такой богатый жизненный опыт который полон приключений и новых строк родилась я в москве училась я на биолога закончила биологический факультет мгу вот более того я прямо дипломированный ботаник написано вот началось не всегда нравилось придумывать истории то есть наверное еще с детства пока я еще не могла записывать мне нравилось придумывать их своей голове и параллельно с этим всегда хотелось путешествовать и было интересно первую очередь природа поэтому это как-то определила мой первый интерес и мое образование что я решила что очень было бы здорово изучать растения и путешествовать по миру изучая их наверное как-то это было так связано вначале я получила такую профессию а потом я поняла что даже не обязательно путешествовать исключительно как биолог можно просто путешествовать очень интересно еще и ботаник в самом лучшем смысле этого слова мне кажется в любом смысле этого слова я вперед немножко забегу что полина спасала подокарпусовые леса в чили да в чилийской патагонии это совершенно потрясающий факт биографии если так считаю даже просто одно это слово очень говорит о многом да мы не знаем что такое подокарпус вообще тот человек и только знает лично принял участие от спасения этих лесов и так а вот желание путешествовать и желание писать что-то есть что-то можете вы назвать назначить первичным таким то есть может быть вы отправляетесь дорогу и не можете полученный опыт не переложить на бумагу либо у вас внутри рождаются какие-то приключения до какие-то персонажи и вы не можете сидеть на месте когда ваша фантазия до стремится открывать мир трудно сказать что первичнее то оба довольно важных для меня интереса но если раньше изначально я путешествовала своей голове то есть эти истории они могли меня переносить в любую точку пространства существующего и не существующего то потом это стало сочетаться всегда хотела посмотреть мир посмотреть как как он устроен какие люди живут в каких странах как как выглядит природа в этих странах и конечно это все взаимосвязано то есть я пишу о чем-то я хочу это увидеть я вижу что то я хочу об этом рассказать то есть эти вещи они как-то взаимосвязаны но это не не значит но помимо автобиографических произведений или там путевых заметок это не значит что в книгах это воплощается напрямую то есть этот опыт он как бы аккумулируется внутри и потом из этого вдруг возникает какой-то мир и какие-то действия в этом мире какие-то персонажи которые да на них повлияли путешествия но они не выражены буквально там это уже переработанный какой-то внутри опыт получается такая синергия путешествий да и писательского творчества да и воображение потрясающе а вот на самом деле смотрите жильвер да как известно он кабинетный писатель по на его не нужно было никуда ехать чтобы потрясающие приключения придумывать и воплощать их на бумаге и здесь я хочу задать вопрос словами вашего дедушки у полина есть автоби автобиографичная книга про путешественное называется она от огненной земли до острова пасхи так вот там дедушка полину спрашивает чтобы найти себя обязательно ехать к черту на куличики да но мне кажется что сама книга которая начинается примерно с этих строк она отвечает на этот вопрос что в принципе да мне важно путешествовать конечно нужно место спокойно и где-то когда можно писать но в какой-то момент путешествие они заводят этот моторчик вот и поэтому да иногда чтобы найти себя хотя может быть для кого-то можно оставаться на месте и перемещение не то что ты в какой-то стране найдешь или в каком-то месте найдешь себя больше чем ты где-то находишься но сам этот факт движения того что ты видишь как по-другому могут люди жить по-другому могут мыслить это запускает какой-то моторчик внутри который дает тебе возможность невозможность переосмыслить свои собственные действия себя и может быть написать об этом конечно обогащает любого человека любой опыт да такой на самом деле да как мне кажется каждая секунда путешествия она равна даже не так то есть секунда путешествия на гораздо длиннее чем секунда просто буднях каждый день на работе сидишь до недели может пройти просто очень быстро а если недели каком-то экзотическом месте то она длится бесконечно долго то есть путешествие практически продлевает жизнь в какой-то в какой-то мере можно так сказать особенно но вот по крайней мере тот год в латинской америке да я считаю что можно засчитать за несколько а вот да теперь поподробнее у нас конечно же встреча писательская до творческая но здесь без путешествий без рассказа про свои приключения нельзя вот вкратце где побывали что видели самые яркие воспоминания про ваши приключения наверное самых больших путешествий если брать то это был конечно год латинской америки это были страны чили аргентина немножко бразилии немножко уругвая и другое большое путешествие это было как раз по россии я уехала на дальний восток и потом жила какое-то время на сахалине а обратно возвращалась через всю страну автостопом и на поездах вот это наверное были самые большие путешествия конечно были еще ряд там европейских стран была моя любимая исландия вот были несколько азиатских стран то есть там шри-ланка индия непал вот наверное самыми крупными путешествиями были те которые я назвала они были самыми что так сказать вольными путешествиями потому что в этот момент я передвигалась много например автостопом волонтерила останавливалась у местных то есть это не сказать это не отпуск такой там запланированный довольно мало было запланировано в этот момент именно вот разница между в этот момент ты чувствуешь разницу между туристом и путешественником действительно там накидываешь рюкзак на плечо и просто идешь в дорогу и дорога что-то может принести как говорил толкин опасно это дело фродо выходить на дорогу на самом деле когда я читала книгу про путешествия да я поняла что отдых ол-инклуд все включено отель 5 звезд шезлонг бассейн это вообще не про вас и вы путешествуете со смыслом они только вы путешествуете как-то экзотично необычные места в достаточно отдаленные от нашей страны но еще и это часто волонтерство да это часто какие-то проекты почему почему именно вот так так гораздо интереснее потому что на самом деле из-за стены отеля ты не увидишь реально людей не увидишь их их будет не пообщаешься с ними когда ты живешь с ними когда ты ешь с ними задним столом когда ты обрабатываешь ними одно поле ты понимаешь на самом деле как они живут на самом деле о чем они думают и это гораздо интереснее погружаться так культуру понимать как как живут люди в другой стране и все эти проекты на самом деле да они волонтерские то есть за них тебе не платят никаких кратце что ну различные работала на экофермах например вот это был очень важный проект в чилийской патагонии это было рядом с городком каяйки там мы вместе с лесными инженерами то что называется ну как бы как это можно сказать мы осматривали нативные леса то есть естественно леса которые там произрастали всегда не не посадки и поскольку они в большинстве находятся в пользовании местных фермеров как местных лесорубов то мы общались с лесорубами и объясняли им что какие деревья можно рубить какие нельзя чтобы лес сохранился чтобы лес продолжал функционировать как лес потому что это древнейшие леса например то есть вот натофагосовые леса они как бы еще можно сказать со времен суперконтинента гондваны когда такие же леса в общем-то росли в антарктиде когда-то вот а подокарпусы возле которых мы упомянули это уже совсем другие растения это голосеменные которые я мечтала увидеть еще с детства то есть это прям ну кто-то я не знаю кто-то мечтает увидеть кита хотя тоже было бы неплохо я мечтал увидеть подокарпусы вот и это было для меня просто оказаться в девственном подокарпусы в лесу это было для меня прямо счастье это большие такие деревья они хоть они и голосеменные но мы представляем сразу елку какую-нибудь например ли сосну с хвоинками а у них нет у них более широкие листья но это такой же родственник сосны или ели это исключительно южно-полушарные россии поэтому в любом случае эти все проекты имели конкретный смысл для меня и это не то что я такая хорошая всем помогаем если что это в ответ в ответ мне приносило гораздо больше сеть проекта мне были интересны лично персонально каждый из них я выбирала то что мне хочется делать что мне хочется увидеть на севере аргентины до был обмен такой со школами было очень интересно на самом деле то есть это такие отдаленные деревушки на севере аргентины вблизи к боливии вот там живет такое индейское население вот и было очень интересно общаться и рассказывать им про россию на испанском вот были смешные ситуации вплоть до того что один ребенок из класса меня спросил начали а на каком языке говорят в россии испанском вот потому что но ведь другой стороны подумайте о его логике он впервые видит русского человека впервые своей жизни этот русский человек говорит с ним по-испански принципе довольно логичный вывод в россии наверно говорят вот хорошо путешествие на самом деле я бы бесконечным расспрашивала но возвращаемся к теме книг когда блокнот и ручка стали вашими постоянными спутниками довольно быстро то есть сказать еще там как только я стала постоянно писать ну то есть после того как это перестала представлять для меня сложности в детстве но в детстве как перестала представлять для меня сложности в смысле процесс писания вот да я всегда стараюсь брать с собой блокнот и ручку просто я в путешествиях всегда или в полевых практиках особенно веду просто дневник записываю мысли которые можно потом извлечь и что-то с ними сделать или просто вот и какие-то истории сейчас уже конечно больше в ноутбуке их пишу вот чем блокноте сами истории но блокнота ручка всегда даже в магазин когда выхожу а вдруг мне что-нибудь интересное в голову вроде то есть вы уже ехали в путешествие с писательским складом ума из писательской внимательности к миру да но на тот момент у меня не было еще ни одного публикованного произведения то есть были всякие черновики и это был на самом деле такой писательский эксперимент для меня когда именно я в латинскую америку поехала я вела живой дневник то что называется вот life journal какие-то путевые заметки я заносила сразу как бы их публиковала так сказать real time и это был такой первый способ для меня публикации то есть до этого это я писала очень много в стол и все это хранилось дома в виде черновиков я ничего не публиковала и потом еще после того как я уже вернулся из латинской америки прошло года три наверное прежде чем я лишь решила сделать из этого книгу и опубликовать ее это была первая опубликованная книга вот вот кстати говоря еще одна цитата из этой книги это разговоры очень важная часть работы о деле и о жизни а что дают разговоры местными жителями писателю может быть какие-то были откровения открытия и спешно записанные разы и диалоги попали ли они на странице ваших книг те которые если мы говорим о этой конкретно книги которая фактически является путевыми заметками конечно какие-то диалоги попадали туда разумеется но в художественную меня как правило не попадают в чистом виде диалоги то есть я записываю иногда даже там просто в метро или по дороге где-то услышу интересный вдруг какой-то диалог и стараясь сразу записать себе но они как я уже сказал все эти материалы из жизни из путешествий они попадают в чистом виде в художественном на литературу они перерабатываются но в путешествиях да не только путешествия всегда разговоры с людьми они могут принести очень много интересных мыслей вот я например вспоминаю был у нас забавный случай когда мы остановились на ферме у одного человека который нас сам туда кстати пригласил просто вот так вот тут что мне нравится в путешествиях что люди вдруг неожиданно начинают тебе просто так совершенно вдруг помогать они бесплатно тебя подвозят кормят там предлагают поселиться у них на ферме да да ангелы на дороге вот он один из таких ангелов вот он нас пригласил на свою ферму и мы общались почти всю ночь наверное общались про какие-то вещи вообще вот просто вот так как мир устроен про жизнь про отношения к людям вот и он сказал такой забавная фраза что ну в испанском есть такое выражение на дьесель дуэнью до вердат ну то есть нет хозяина правды ну что как бы никто не может считать себя хозяином правды то есть считать себя единственно что его мнение единственно верное может быть кроме меня потому что мой участок называется правда физически является хозяином правды забавный какая-то подумать на ней очень тесно общались с разными народностями если бы перед вами возникла такая ситуация что вот вы обязаны написать книгу которая посвящена какому-то какой-то народной группе до этого какого-нибудь чтобы выбрали ну не все люди были интересы которыми общалась и народы севера сахалина которым я ездил очень интересный и в латинской америки тоже разные представители индейских народов например мапучи в патагонии но у меня наверное больше всего зацепили как раз люди живущие на севере аргентины вот в северные провинции хухуй на границе с боливии они у них очень просто особенная ситуация чисто этнически они выглядят как боливийцы то есть они очень похожи хотя они уже не как правило не говорят на кетчу они говорят на испанском они являются при этом физически жителями аргентины они говорят по-испански даже они говорят на нем с типичным аргентинским акцентом но при этом для большей части аргентины они как бы ну вот что называется чужие среди своих или что-то в этом духе то есть у них очень пограничная очень сложная ситуация я вот о них тоже писала много своей книги потому что они как бы получаются в какой-то мере чужие на своей родной земле то есть это очень такая ос острая ситуация там я бы сказал я бы прочитала я думаю стоит написать а еще по именно невероятно внимательно к миру в этот прослеживается в каждой строчке и автобиографической книги и здесь тоже персонажи в книге трое с маяка или булочной на крой света они просто продали о них источник силы я думаю наверное для вас тоже и меня еще поразил такой момент пока что еще обращаемся к автобиографической книге там вы признаетесь в любви к турбулентности турбулентность самолете как можно ее любить вообще да но еще я могу понять что может кто-то любит риск американские горки на нет здесь любовь к турбулентности как проявление природы да да в первую очередь да это не про риск это но это же действительно в этот момент то есть вообще сам факт полета на самолете мне кажется мы часто недооцениваем потому что так если подумать елки-балки мы летим в воздухе то есть это каждый раз такое маленькое чудо и может быть именно поэтому мне нравится тоже турбулентность потому что в этот момент ты ощущаешь что все-таки ты не в автобусе едешь это все-таки что-то большее происходит для меня да это нет первую очередь именно вот ощущение сил природы это что вы говорите важность природы она была даже первично то есть сейчас мне интересно и про этносы и про народы и про там мифологическое мышление то что например отражаю в одной из своих книг изначально мне еще очень бабушка засмеялась что например я когда фотографировала у меня не было людей на фотографии никогда я фотографировала раньше только природу и потому что мне было интересно изначально первую очередь в первую очередь растения как вообще они живут как они взаимодействуют как как у них все происходит и природа всегда давала мне очень много сил и даже когда вот мы очень какие-то тяжелые ситуации надо восстановиться например уезжаю жить на дачу если есть возможность это прекрасно когда есть дача когда есть возможность на нее поехать давайте будем разговаривать сейчас именно про книгу трое смыка ли пулочная на краю света может вкратце расскажите да тем кто не читал синопсис этой истории да конечно эта история про нескольких персонажей живущих маленьком приморском городке который вы не найдете на карте он так и называется городок вниз по холму и рядом с этим городком стоит маяк он раньше был старый заброшенный и вдруг на нем поселились люди там живут две девушки мари и жанет которые держат булочную на краю света на так называть от названия булочной потому что у них очень отдаленный городок они считаются страшной провинцией и маленький мальчик томми ну как маленький так и совсем вот и все эти персонажи они пришли в этот маяк они были путешественниками и поселились там и они вот эта книга такая добрая уютная о взаимодействии людей о том как они помогают друг другу то есть все эти три персонажа они изначально по какой-то причине у них нет семьи и вдруг они втроем друг для друга и для этого городка начинают становиться семьей и они помогают этому городку а городок помогает им обрести семью вот поэтому я всю книгу смеется рассказывать не буду там разные вот мальчик томми он мечтает о кораблях хотя это уже то время когда под парусом практически не ходят ходят на паровом двигателе по крайней мере в это время которые в книге но он мечтает о кораблях знакомиться со старым капитаном потом пытается раскрыть тайну пропавшего корабля другого капитана который считается героем соседнем городке да да там происходит такое у него есть подруга девочка элис который они познакомились в школе и он вечно ее тоже втягивает с собой в разные путешествия чем наводит полный ужас на ее маму которая такая дама строгих правил преподает классические танцы просто в ужасе от того что вы делают ее дочка по ее мнению под жутким влиянием до дада эклеры дочка балерины да 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 надо конечно предупредить что на голодный желудок не рекомендуется читать потому что там есть много описаний выпечки мари и жанет они да они прям творят искусство свои булочные жанет прям пекарь а в мари пекарь а жанет художница поэтому она все это украшает на самом деле книга очень вкусная а еще она если позволить мне такой аналогии мне напоминает марию парк вафельное сердце вратарь и море вот такое ощущение единства детей с природой босоногое детство свободное это море это такой дух детства приключений и семьи очень похоже на самом деле и если кто любит эти книги то вам точно понравится а почему вместо действия маяк вот у нас про маяки да наш наша программа именно маяк почему он был выбран может быть вы любите маяки разумеется никто не любит маяки вот конечно я очень люблю маяки и вот когда путешествую стараюсь побывать ну хотя бы рядом к сожалению далеко не на все маяки можно попасть особенно в россии туда не пускают но например латинской америки многие маяки доступны для посещения не в часы работы это очень здорово вот и не всегда хотелось пожить на маяке то есть мне кажется вот такая как бы уединенная жизнь в башне у моря она навевает на разные мысли и литература для меня ну литературу который я пишу это способ в том числе оказаться где-то то есть я когда пишу что-то я очень сильно погружать в это именно поэтому мои книги больше степени такие довольно добрые уютные потому что мне не хочется погружаться во мрак а когда я пишу я я живу там вот и это был в какой-то мере для меня способ поселиться и жить на маяке и до сих пор в какой-то мере я там живу кстати говоря интересная особенность у вас нет злодеев книги это ни одного злого человека ни одного человека который пожелал бы другому плохое и даже та самая мама которая так немножко тиран тиран но она переживает за дочь очень яркая причина до переживать у ребенка получается так что ваша книга полна людьми маяками ну в этой конкретно книги да еще мои редакторы очень смеялись над ней в том смысле что они говорили как же так ухитрилась написать книгу без единого отрицательного персонажа но там просто те вещи которые когда нам кажется что герой ведет себя как-то не очень хорошо например они объясняются потому что большинстве случаев человек если он делает что-то плохое он делает это возможно из каких-то своих внутренних проблем то есть с ним с ним что-то происходит и поэтому это который уже отражается на мир и и вот это и раскручивается тоже в книге то есть вот этот разговор например в части о пирог для капитана когда пожилая женщина очень жалеет о том что ее дочь не то чтобы жалеет она переживается того что ее дочь выбрала большой город уехала из маленького их городка и редко навещает маму и там как бы происходит этот разговор объяснения через мари почему так произошло и что чувствует дочь что чувствует мама да и мне очень понравился момент что главный герой томи он начал осуждать он да вначале до женщину которая бросила свою пожилую мать и уехала в город не навещает мари не зная об этой ситуации она веру подожди может быть там все-таки что-то по-другому да может быть не стоит осуждать заранее на так и оказалось то есть что опять-таки наш персонаж не оказался злым многогранные совершенно не картонные это очень замечательно а еще да как раз таки это опять таки связь с природой представьте себе маяк подруг почти подросток до тонны ну сколько ему лет там но это по по ощущениям я специально не указываю его возраста и зависимости ну вот как вот как чувствуется до мадров подросток вдруг просыпается утром и у него такой порыв внутри он сбегает босиком на самую верхнюю площадку маяка стоит наслаждается морем воздухом прям вот весь пронизывает до его мир вокруг постоянно постоял и потом пошел спать это прочитала думаю так стоп а где развитие сюжета где какое-то влияние на синопсис но этот эпизод почему-то стал для меня один из самых определяющих в книге именно ее настроение чувства и мне кажется что в этом есть вы ваше такое восприятие мира я я не люблю быстрой смены действий и мне кажется что как раз вот такие моменты именно и когда я пишу погружение в атмосферу они важнее чем как говорится гоните действий ход за эпизодом эпизод поэтому да это вот ощущение природы и тоже я стояла на верхних площадках маяка я знаю это ощущение это замечательное ощущение я это прям прочувствовала все-таки опыт путешествий да он очень сильно обогащает автора писателя потому что то что ты пережил сам об этом проще писать или когда ты пишешь что это переживаешь тоже тоже также я увидела влияние на вас персонажи есть он такой учитель географии мистер гилькинс такой прекрасный ненач понравился с рыжими аккуратными усиками высокий интеллигентный и он цитату цитату зачитаю он предпочел покорять молодые умы своих учеников пытаясь посеять там коварные коварные зерна любознательности и прихотливую поросль трудолюбия кажется что как будто бы вас есть многое как вот может быть у вас был какой-то свой свой мистер гилькинс и чем же так коварные зерна любознательности да и прихотлива поросль трудолюбие непознательность трудолюбие мне кажется тоже это про нас ну мистер гилькинс не списан ни с кого с моих учителей хотя у меня было несколько которые оказывают оказали на меня влияние мой университетский один преподаватель и мой ученица химии старших классах но мистер гилькинс он просто не появился да ну как и большинство моих персонажей просто приходит разговаривать со мной я не впишу вот но я действительно считаю что образование это познание задавание вопросов не следование догме а мысли собственные мысли критическое мышление задавание вопросов это очень важная часть именно жизни человека и я считаю что именно это именно то что может избавить нас от тех проблем которые сейчас происходят от любых конфликтов и непонимание между народами именно образование критическое мышление и прививание этого критического мышления это то что может спасти мир я считаю помимо красоты поэтому действия мистера вилькинс это такое как бы подвижничество он был именитым ученым потом он оставляет свою карьеру и уезжает маленький провинциальный городок преподавать провинциальной школе и как бы это такое действие которое я считаю что важное потому что образование хорошего образования заслуживает каждый человек на планете и это не должно быть какое-то чтобы только в центральном городе люди его могли получать каждый человек должен иметь к нему доступ а расскажите немножко про свои тайны и секреты про насколько я знаю вы оставляете со книгах много отсылок немножко не раскрывая до их расскажите что это такое для чего ну иногда да я прячу туда какие-то маленькие подсказки например эта книга она не повествует о каком-то конкретном времени там не указывается дат но по общей атмосфере можно предположить когда это происходит там не указывается место можно предположить в какой стране это происходит однако это выдуманное место однако там есть иногда отсылки вообще конкретным историческим личностям которые я описываю и человек который знает допустим биографию этого ученого этого писателя или этого художника может просто улыбнуться и подумать ну так забавно что на нем упомянула а кто не знает тоже приятно просто читать интеллектуальная игра получается да мне нравится иногда зарывать такие маленькие кладики мне очень нравится что полина даже мне не рассказала да про все секреты и мне прям захотелось взять книгу перечитать еще вот так а может быть здесь я что-то найду прекрасная игра получается такая с читателем я еще хотела вас спросить вот о чем может быть есть у вас любимый отрывок из книги и вы хотели бы нам зачитать и мы послушали бы вашу прозу я с удовольствием зачитаю я не могу сказать что месяц любимая отрывок именно вся книга для меня очень любимая вот поэтому я зачитаю наверное с самого начала первой главы потому что в этой книге четыре части и первая часть изначально большой шторм была написана как отдельный рассказ а потом я поняла что эти герои они продолжают разговаривать со мной и просят рассказать дальше эти истории и потом получилась уже книга из четырех частей первая часть называется большой шторм как я уже сказала и первая глава фиалковые клеры томми закрыл книгу сунул ее под прилавок и бросился к печи по всей булочной разносился аромат свежей выпечки мальчик облегченно вздохнул доставая противень с не успевшими подгореть круглыми гладкими булочками кое-где с бугорками запекшегося изюма сегодня он был за главного все утро томми обладал правами обязанностями пекаря но зачитавшись как обычно книгой сказок подаренных ему тетушкой чуть не провалил доверенно ему дело к полу не должны были подтянуться и остальные обычно рано утром приходила одна из девушек державших булочную и ставила в печь все заготовки после чего принималась замешивать тесто для новых томми конечно еще не доверяли тесто однако все остальное включая обслуживание посетителей было на нем в этот воскресный день домми ужасно гордый оказанному ему доверием выкладывал булочки на поднос раздался звонок томми выскочил из кухни как раз успев переложить последнюю булочку и рванул с подносом прилавку чудом не растеряв его содержимого доброе утро радостно прокричал он первому посетителю и выставил поднос прямо перед собой вот только что испечи сэр мальчик автоматически повторил фразу так часто слышенную им от девушек привет томми сказал пожилой мужчина и потянул ноздрями воздух почувственное видимо понравилось ему поскольку он крякнул и указал крючковатым пальцем с обетренной кожей на булочке заверни мне две и хлеб с отрубями как обычно томми ловко отрезал кусок упаковочной бумаги свернул из нее куль и щипцами как его учили и несколько раз напоминали об этом накануне вечером подхватил горячие булочки и погрузил их в куль потом завернул и хлеб возьмите сэр вот ваш заказ пожилой мужчина расплатился монетами и направился к выходу но голос мальчика задержал его как море сегодня сэр спокойно томми ответил тот но шторм будет это я точно говорю потом он снова повернулся и держа хлеб под мышкой акуль с булочками в той же руке другой толкнул дверь заставив колокольчик снова звякнуть и вышел какой же шторм взмутился мальчик на небе не облачко море вбежала в булочную ровно в 12 томми всегда поражало ее чувство времени кто-то рождается с ним а кто-то нет думал он и с этим уже ничего не поделаешь себя томми относил ко вторым мари на ходу скидывая рубашку которая наносила поверх платья унеслась в кухню только кивнув мальчику в качестве приветствия опять вся своих мыслях он спрятал книгу под прилавок и пошел раскладывать эклеры мари уже вовсю бегала по кухне в фартуке рассыпая по столу муку раскладывая миски и шпателе мари сегодня мистер нордватер обещал шторм пуф отмахнулась девушка качая пушистым хвостом перехваченным лентой на голове и продолжала замешивать тесто он всегда его обещает но когда-нибудь это может сбыться сказал ей томми если все время предсказывать одно и то же оно когда-нибудь конечно сбудется и хитрым голосом заметил томми наблюдая как девушка раскалывает яйца и раскладывает их содержимое на две составляющие а если я буду каждый день предсказывать появление летающего корабля это тоже когда-нибудь сбудется мари глянула на него и только махнула белой от муки ладони и дик ты болтун за прилавок томми пожал плечами и оставил мари на кухне одну и вовремя потому как в этот момент снова звякнул колокольчик и вы голубую со стеклянными вставками дверь вошла элис с мамой мать девочки уже не молодая но вполне привлекательная женщина всегда держала превосходную осадок осанку и смотрела на мир из-под маленьких полукруглых очков томми подозревал что носила она их только для строгости потому как однажды играя с элис в ее саду он разбил предыдущую пару точно таких же однако мама элис и без них с легкостью обнаружила куда он спрятался интересно у них что полный чердак таких очков подумал он когда на следующий день увидел ее точно в таких же мама элис преподавала классические танцы в городке вниз по холму а дочери приходилось быть ее лучшей ученицей но элис не слишком любила танцы ей больше нравилось лазить по деревьям с томми в лесу лежащим на склоне между булочной и маяком но мама об этом не знала добрый день мэм поздоровался томми добрый день элис добрый день томми нам как обычно сказала мама элис привет томми а мне эклер с ореховой стружкой сказала элис и улыбнулась улыбка у нее была большая и очаровательная томми казалось что от этой улыбки солнечные зайчики начинают прыгать по голубым стенам булочной по белым волнам нарисованным кистью жанет и по маяку с красной крышей на одной из стен веселые крупные зайчики такие же желтые светящиеся как кудряшки элис вечно вылезающие из ее косы элис покачала головой ее мама сколько раз я тебе говорила что так неприлично здороваться и какой эклер девушка должна быть легкой воздушной и она картинно развела кистями рук слегка запрокинув подбородок будто вдыхая и эклеры этому точно не способствуют но томми считал что эклеры тоже воздушные а значит их не только можно но и нужно есть молодым девушкам и тихонько завернув эклер протянул элис пока ее мама забирала остальные покупки и хочется возвращаться и пересчитывать и когда заканчивается эта история хочется там остаться потому что там настолько добрая настолько приятная атмосфера который зачастую не хватает нашим бесконечным движи каждый день город стресс люди новости недобрые а там просто хорошо нет зла есть только люди которые сталкиваются с какими-то событиями жизненными ситуациями происходит а в том числе там шторм например ли дети теряются их нужно искать и сам маяк спасает людей вовремя зажигает это спасает маяк это это прямо символ в этой книге то есть маяк это как раз про протягивание руки помощи то есть первый раз томе зажигает этот маяк именно еще не очень понимая как бы для чего он это делать и в дальнейшем это проходит через всю книгу лагу маяк связывает повествование этой книги и это именно зажжет как бы его зажженный луч потому что зажигают этот маяк не какие-то герои его зажигают простые люди и они таким образом протягивают руку помощи другим то есть такой в том числе смысл у меня это было очень интуитивный момент томи прям чувствовал что я должен сейчас зажечь этот маяк зажег и тем самым зацепил цепь таких добрых событий каждый из героев сделал усилия то чтобы спасти чтобы помочь другому и таким образом именно цепляясь друг за друга события привели к хорошему позитивному исходу соответственно благополучно маяк здесь светит и люди сами как маяки практически каждый человек в это книги он маленький маяк и мне кажется если каждый человек на этой планете будет маяком для кого-то то мир станет гораздо светлее и добрее расскажите еще про ваши книги у вас же есть только не только трое маяк с маяка или булочной красоты да у меня есть еще книги которые вот можно найти в моем маленьком магазинчике если на моей страничке посмотреть или на трес они сейчас все в основном в электронном виде опубликованы на бумаге пока только маяк последняя которая очень любимая это маргаритка на склоне это такой можно сказать исторический детектив что ее в какой-то мере объединяет с маяком что там тоже такая уютная атмосфера маленького провинциального городка лани бро но там такая детективная история происходит в маленьком провинциальном городке где обычно ничего не происходит вдруг исчезает девушка и городской сыщик направлен туда против как бы своей воли правда расследовать это дело которое считает совершенно незначительным а в итоге как бы поворачивается все совсем не так как он ожидал и действия многие связаны с маргариткой на склоне это такой старинный гостевой дом при этом маленьком городке я смотрю что у вас есть страсть каким-то объектом архитектурным необычным которые играют такую объединяющую роль и даже жителей маленького городка в этих двух произведениях да ну есть еще несколько иных произведений есть такая готическая повесть которая называется второе замужество миссис каммингс есть такая сказка повесть-сказка взрослая которая называется море волнуется раз это такое мистическая история в том числе переплетенная с сказками русскими и как бы их внутренний подоплекой которых например пишет там владимир проб есть несколько небольших рассказов сказок новогодних для детей вот сонин конструктор и буря под рождество книги можно найти на литрес а также лично в моем магазинчике книжный магазинчик на маяке называется эта группа вконтакте вот через мою страничку который есть ссылка можно найти а вот еще ваши персонажи очень многие по крайней мере в этой книге они остепенившиеся путешественники то есть как правило многих из них есть такой богатый жизненный опыт который привел их например на маяк и они нашли там место силы они остановились правда томми конечно же нет он еще не в этой фазе там не задержится совсем юный молод может быть это какое-то ваше видение далекого будущего если такое место как думаете какое оно может быть которым вы захотите остаться но когда я отправлялся например латинскую америку я в том числе искала место и у меня была мысль может быть остаться там правда потом я ну решила дальше следовать вот какой-то мере мне кажется мои путешествия это не просто бродяжничество да это поиск моего места хотя есть места которые мне до сих пор очень близки сердцу их много разных по миру вот в книге там на самом деле только три персонажа таковых которых вы говорите да так получилось что у них богатый жизнь жизненный багаж путешествий и основе остаться в этом городке это их выбор который но и они там находят свою семью свое или свое предназначение как например мистер велькинсон много путешествовал но в экспедициях именно он был а потом он остается преподавать маленьком городке а марижа нет у них тоже своя история который раскрывать не буду пока атоме и даже не продолжение отлично когда нам нужно ждать она сейчас в работе да это если моих творческих планах да то в данный момент идет активная работа над завершением второй части вот правда когда закончил непосредственно эту книгу я не была уверена что я буду писать вторую часть но потом вот как-то вдруг они снова ко мне пришли это происходит спонтанно вот я не могу ничего гарантировать обычно с этим персонажем у них свой характер своя воля но до черновик уже закончен и сейчас находится в работе это зависит написание может быть длиться разное время то есть над этой книгой я работала где-то год вот но это как бы не только написание черновики переработка но например с маргариткой на склоне была очень забавная история я решила есть такой как-то фестиваль как он называется пишущий ноябрь или что-то в этом духе вообще рау роман до роман за ноябрь я так конечно немножко скептической нож как-то можно роман за ноябрь написать но тем не менее в прошлом году в ноябре я решила что я одна это буду делать и поставлю себе те же задачи в определенное количество слов каждый день их на календарике выписал на понятно что не пишет никогда четко это слово то что пишу столько сколько пишется и написал там тысячу слов не знать что он все это я закрыла и не буду больше нет но первый драфт первый черновик маргаритки был написан действительно за прошлый ноябрь работает в какой-то мере ну конечно у меня есть я стараюсь писать каждый день то есть я сажусь не объем себе ставить но писать нужно постоянно я считаю но один из писателей говорил что не безусловно вдохновение нужно но не из писателей говорил что конечно писать надо только по вдохновению но мое вдохновение приходит ко мне каждое утро в 10 часов кстати говоря о писателях если для вас писатели маяки книги маяки которые для вас ориентиры может быть плане писательского мастерства может быть плане жизненного опыта какого ну есть много писателей которые для меня важны есть писатели причем которыми я восхищаюсь но как как писателями но при этом не может быть не близка конкретно их литература вот но например я очень и или то и другое близко вот например я очень люблю урсулу лигуин и как ее произведение также я восхищаюсь и самой как писателям вот ну конечно на какое-то романтическое мировоззрение и в том ну любовь кораблям к морю она как-то само собой все время было но конечно допустим малые паруса александра грина очень повлияли в подростковом возрасте потом чуть старше уже уже в общем-то во взрослом возрасте с большим удовольствием читала крапивина которого обычно читают в подростковом возрасте а мне прекрасно выходил и во взрослом возрасте вот так сразу сложно назвать всех потому что разные произведения нравятся вот я насколько знаю даже были в музее грины да и фотографировали книгу до для меня было важно съездить в дом музей его когда была возможность я думаю это очень важно сохранять такую некую подростковую романтичность душе до детской степи чтобы писать такие истории я так думаю завершаем нашу встречу но перед тем как завершить может быть вы какие-то напутствующие слова скажете своим читателям зрителям которые сидят у нас здесь зале который будет смотреть на по ту сторону экрана что вы хотите сказать ну что я хочу сказать всегда задавайте вопросы не ищите сами информацию читайте читайте то что вам интересно что я могу сказать и наверное светите да вы конечно помогайте друг другу безусловно конечно путешествуйте да спасибо вам большое полина за невероятно интересную беседу я абсолютно полностью покорена и обязательно прочитаю то что не дочитала и буду ждать вашу книгу продолжение очень ждем в фонде нашей библиотеки спасибо вам эта книга уже у нас такое еще пока что не оформили но совершенно скоро можно будет ее взять почитать так что возвращайтесь к нам за этой чудесной книгой сейчас мы простимся с нашими зрителями а со зрителями которые исключительно избранные они находятся здесь будет сейчас небольшой розыгрыш за лучший вопрос за лучший вопрос будет подарены открытки которые нарисовала сама полина а и кстати и иллюстрации книги тоже нарисованы поля и еще маленькая такая копилочку в биографию нашего гостя большое спасибо что были с нами до свидания